Амми мебель Амми мебель. Акция. Кресло-кровать по подарочной цене всего за 2 миллиона. Амми мебель. Изысканные вещи от лучших белорусских производителей в новом магазине модной одежды «Гламур». Соблазнительные цены, гибкая система скидок, подарочные сертификаты, дисконтные карты. Магазин «Гламур» ждет своих покупателей по адресу Город Сморгонь, улица Гагарина, 3, 2 этаж. СМОРГОНЬ Такая практика уже прочно вошла в рабочий график и как минимум два раза в месяц Сергей Равнейко проводит выездные приемы граждан в районных центрах Гродничины. Во время приема в Сморгонском райисполкоме поступило семь обращений. Они касались различных сфер жизни, были и коллективные просьбы. Не надо давать пустых обещаний и формально подходить к поступающим проблемам, подчеркнул помощник президента по Гроднинской области Сергей Равнейко во время приема граждан, который прошел в Сморгонском райисполкоме. Спектр вопросов, с которыми обратились к нему жители района, оказался разнообразным и касался как личных интересов граждан, так и общественных. Назначение пенсии, работы сельского совета, экологическая ситуация в районе в связи с деятельностью Кроноспана, расчет коммунальных услуг, благоустройство улицы Новом микрорайоне Северный, выделение кредитов на льготных условиях для строительства жилья многодетной семьи, использование материнского капитала, установление границ земельного участка. Во-первых, это проблема, которая тревожит конкретных людей. И мы видели, что даже ни одного человека некоторые обращения имели коллективный характер. Уже один этот показатель говорит о том, что эти обращения оправданы. Ну и рассмотрение и разрешение их, я уверен просто, что большинство из них мы разрешили, а те, которые еще не разрешили, по крайней мере, есть понятие и понимание, что у меня, что у руководителя исполкома местного, о том, что необходимо сделать в ближайшее время, чтобы их разрешить. Проблемы нет, это все в наших руках. Есть, конечно, проблема, которая упирается в то, что многие из этих вопросов требуют бюджетных финансовых вложений. К сожалению, возможности бюджета ограничены, но это не значит, что это должно быть таким непреодолимым препятствием. Такие выездные приемы дают возможность оценить эффективность деятельности исполнительной власти на местах, а также поближе узнать о тех проблемах, которые сегодня для жителей региона являются первоочередными. Так охарактеризовал свою рабочую поездку высокий гость. Прием в Сморгонь был запланирован давно, и, скажем, мы готовили его в том числе и через организацию приемов текущих в райисполкоме. Буквально накануне председатель райисполкома провел прием, и я думаю, что многие вопросы были сняты и в ходе этих приемов. Люди, которые приходят на прием ко мне, и вы присутствовали тут при большинстве вопросов, конечно, каждый вопрос имеет уже давнюю историю. И, наверное, это правильно, что на уровне приема помощника президента должны разрешаться, находить свое разрешение именно такие вопросы, которые имеют историю. Большую роль в решении финансирования вопросов играет наполняемость бюджета, а это значит создание новых рабочих мест. Кстати, Сморгонский район в республике по части инвестпроектов занимает лидирующие позиции и может стать демонстрационной учебной площадкой для всей Беларуси. Но, хочу заметить, этого недостаточно. Эти передовые позиции должны быть как минимум удвоены, даже для Сморгонь. Потому что время требует этого. Если мы не будем себе ставить задачи амбициозные, о том, что привлечь не 10 миллионов долларов, а как минимум 50 миллионов долларов в экономику региона, ну, естественно, тогда мы и будем как-то топтаться на месте. Да, развитие есть, но нет рывка, нужен рывок, нужен скачок на сегодняшний день. Все вопросы, которые поступили во время личного приема граждан, были детально рассмотрены. Многие обратившиеся ответы получили на месте. Некоторые требуют дальнейшего разбирательства на более высоком уровне, в том числе через совершенствование нормативной и законодательной базы, отметил Сергей Равнейко. Часть земли – особенная международная акция, из года в год проводимая в марте. Участвовать в акции может каждый. Достаточно выключить свет и все электрические приборы всего лишь на один час. Такой шаг расценивается как голос в борьбе за охрану окружающей среды. Впервые часть земли был проведен в 2007 году. Праздник прошел в Сиднее. Его участниками были жители одного города. Однако уже через год к акции присоединились жители 35 стран. С каждым годом количество участников увеличивается. Сейчас их число измеряется миллиардами. Примечательно, что в акции принимают участие не только простые граждане, но и крупнейшие коммерческие предприятия, символично жертвующие ради спасения планеты своей прибылью. В субботу, 19 марта, с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут приглашаем принять участие в международной акции «Часть земли». В это время необходимо отключить по возможности на один час свет, ненужные электрические приборы, подсветки зданий, рекламное освещение. В четверг, 17 марта, с 10 до 12 часов, выездной прием граждан в Зарезском селе-исполкоме проведет начальник Сморгунского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Иванович Шахалев. В среду, 16 марта, с 10 до 12 часов, прямую линию по вопросам порядка и срока предоставления налоговых деклараций и расчетов проведет заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Сморгунскому району, начальник отдела учета анализа и искания платежей Валентина Викентьевна Ражева по телефону 3 20 73. Также в среду, 16 марта, с 11 до 13 часов, прямую линию по вопросам правоохранительной направленности проведет начальник отдела внутренних дел подполковник милиции Александр Анатольевич Клеменков по телефону 3 32 41. А в четверг, 17 марта, с 14 до 16 часов, прямую линию по вопросам содержания автодорог проведет начальник ДРСУ 134 Александр Арсеньевич Сидорович по телефону 3 14 39. Живя в обществе, мы постоянно пользуемся услугами и товарами, так что история социальной роли покупателя продолжается уже не одно тысячелетие. Напомнить, что мы все потребители и повысить общую правовую грамотность призван Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций ежегодно 15 марта. Куда обращаться в случае спорных моментов и как правильно вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, разбирался наш корреспондент Виктория Бичурина. День защиты прав потребителей очень важный и нужный праздник. Ежегодно его отмечают 15 марта. Этот день является напоминанием потребителям об их правах на безопасность, правдивую информацию и свободу выбора, с помощью которых государство охраняет интересы граждан. В первую очередь, наверное, нужно сказать, что есть закон о защите прав потребителя, о котором все знают. И этот закон регламентирует то, что у потребителя есть право на государственную защиту и общественную защиту. Государственную защиту на территории нашего района осуществляет местный исполком, то есть наш исполком, и судебная защита существует. Ну и, естественно, в рамках республики существует общественная защита прав потребителей. Это общественное объединение. На территории района районной общественной организации нет, но у потребителя всегда есть право обратиться в республиканскую общественную организацию. Ну а что касается государственной защиты, опять повторюсь, Сморгонский районный исполнительный комитет и у каждого потребителя в случае возникновения какой-то конфликтной ситуации, проблемной ситуации, есть возможность обратиться в исполком. Традиционно День защиты прав потребителей имеет определенную тематическую направленность. В 2016 году проводимые мероприятия будут проходить под девизом «Здоровое питание – выбор потребителя». Так акцент будет сделан на недопустимость наличия антибиотиков в продуктах питания. Как отметила заведующая сектором торговли, услуг и рекламной деятельности Сморгонского аэросполкома Валентина Галяк, важную роль в решении данного опроса играет потребитель, ведь он собственным рублем голосует за здоровые продукты. К сожалению, не всегда продавцу и покупателю удается мирно разобраться в надлежащем качестве товара. Согласно статистике Сморгонского аэросполкома, за 2015 год было рассмотрено 64 обращения покупателей. Есть порядок предъявления претензий, и, естественно, в первую очередь потребитель должен обратиться к субъекту хозяйственного, с которым заключен договор. Основные вопросы или большинство вопросов на этой стадии и разрешаются. Потому что, опять же, скажу, что исполкомам огромное внимание уделяется как образованию потребителей, то есть информированию потребителей о их правах, точно так же и образованию, скажем так, обучению продавцов, работников сферы услуг по соблюдению законодательства. Законодательство о торговле, законодательство о защите прав потребителей, законодательство о рекламе. Если все-таки возник спор по поводу ненадлежащего качества товара или оказанной услуги, то нужно искать пути выхода из данной ситуации. Покупатель должен четко знать свои права. Потребитель, который приобрел товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору либо потребовать у продавца обмена товара, либо возврата денег, либо гарантийного ремонта, либо соразмерного уменьшения цены. Еще раз повторюсь, что потребитель сам выбирает, что из этих требований предъявить продавцу, либо субъекту хозяйственную оказывающую услугу. А вот если договориться так и не удалось, то теперь самое главное – правильно оформить претензию в письменной форме, где будут кратко изложены и информация о покупке товара, и все не устроившие покупателя нюансы с путем замены или возврата, подчеркивают специалисты. И если нет возможности доказать приобретение товара у определенного продавца, важно также сохранить чек. А вот при возврате товаров надлежащего качества есть свои аспекты. У потребителя есть право в течение 14 дней возвратить товар надлежащего в качество, в том случае, если он не был в употреблении, и сохранены все его потребительские свойства. Но здесь нужно оговориться, что есть перечень товаров, который определен постановлением Совета министров, перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену. В основном это товары, которые имеют гарантийный срок, товары метражные, ну, в принципе, этот перечень везде в торговом объекте должен быть вывешен для информирования потребителя, чтобы он сразу мог определиться, каковы его права. Покупателей может порадовать тот факт, что нормы закона о защите прав потребителя распространяются на товары, которые куплены в интернет-магазине. По наблюдениям специалистов, сегодня сморгонцы стали гораздо лучше ориентироваться в потребительском законодательстве, заметно выросло желание и решимость защищать свои права. Масленичная неделя завершилась веселым праздником Масленицы. В городском парке сотни сморгонцев собрались, чтобы проводить зиму и встретить весну-красну. О первых ее весенних шагах можно было судить и по солнечной погоде, и радостному настроению, которое окружало всех, кто пришел на праздник. Будем песни спевать, веселиться, гулять, ты весну гукать! Так организаторы праздника зазывали сморгонцев и гостей города на любимую Масленицу, которая уже прочно вошла в культурную жизнь Сморгонщины. Вся Масленичная неделя проводилась шумно и весело, даже вечером не работали. Ходили один к одному в гости и каждый день недели имел свое назначение. Объясняли скоморохи, пришедшим повеселиться историю праздника и знакомили с его традициями. Всем чудовное свято Масленица. Поглядите, сколько народу собралось сегодня в парку. Это свято, которым заканчивается такая светлая, добрая пора и начинается пост. Сюда собрались и лучшие коллективы нашего района, а так само сегодня будет гостем нашего свято коллектив Зашмян, народный ансамбль народной песни танца Крыницы. Это свято обучения природы, когда вся земля оживает и рыхтуется до приема весны. Хотя Масленица и не является календарным праздником, она всегда приходится на конец зимы, начало весны. Старинный праздник провода зимы до сих пор любим и взрослыми, и детьми. После холодной зимы люди радовались солнцу и приходу весны, который обязательно нужно отпраздновать. Символ солнца и Масленицы – блин. Считалось, что тот, кто в этот день съест блин, проглотит кусочек солнца, его тепла, нежности и щедрости. И чем больше будет приготовлено съедено блинов, тем быстрее начнется весна. Крещение настроения, кажется, вот уже и настояно весна, радостно так. Мы всегда блины делаем, но у нас как бы рецепт такой, как обычный. Картошка, ну естественно, там кефир, кефир или сыворотка и мука. Настроение хорошее, так же, как и погода сегодня. Крещение хорошее, Масленица. А что это за праздник? Расскажите, какие праздники? Ну, я так понимаю, что это уже прощание зимой. А что надо в этот день делать, знаете? Блины кушать. Кушали. Мы каждый год ходим на праздник, чтобы провести последний день, ну, Масленицу зимой провести. А как же надо провожать, знаете? Блинами, весельем. Ну, Масленицу пришел посмотреть. Блинов поесть, кастер спалить в конце. Ну, уже поели блинов? Ну, еще только присматриваю еще. Мы пришли с праздничным настроением провести зиму, встретить весну и спалить эту бабу, которая будет сегодня тут. Блинов поесть тоже надо. Блинов надо покушать, попробовать. Праздничное настроение. Да, настроение хорошее, скажем так. А почему блины надо есть, знаете? Масленица. А почему блины, кстати? Кто знает, тошно. Это олицетворение солнца, весны. Да, о, видите? Да. Где-то ослышал такое, но... Да, это весна, солнце, и поэтому надо обязательно сегодня кушать блины. Сегодня прощенное воскресенье. Нужно всех сегодня, у всех попросить прощения. У мам, у пап, у любимых, у детей, у всех. А на Сморгонском празднике самым популярным блюдом дня были румяные солнечные кружочки на любой вкус. Но, кроме того, в ассортименте было приготовлено и множество других угощений. Мы приехали на Масленицу, чтобы угостить наших покупателей блинами горячими, нашей выпечкой столовой. Вот, все очень вкусно, недорого у нас. А скажите, какие фирменные рецепты у вас блинов? Фирменные блины у нас с овсяной муки, с нашей овсяной муки, с Моргонского кабинета хлебопродуктов. Особая у нас продукция столовой – это пирожки, это руляда, это рулеты с рульки, копченые курицы наши с магазина «Корона». Вот, пожалуйста, вся продукция. А у нас моргонцы больше всего блины покупают? Блины покупают, да, блины у нас и с сгущенкой, и с маслом, и с медом, и с вареньем. Пожалуйста, на любой вкус. Сегодня нам Бог помог, что такая прекрасная погода. И Масленица, как-то я переживала, что пятого должна была от Масленицы. Ну, дякую Богу, что сегодня. Погода прекрасная. Торговля прекрасная. Ассортимент у нас большой. Мы радуемся это празднику, что приходит весна, что приходит солнце, все возбуждается, все зеленеет, все цветет, и мы тоже радуемся жизнью. У нас блины со сгущенкой, со сметаной, с медом, драники, кишка наша деревенская обыкновенная, какую мы в детстве когда-то кушали. Сегодня это блины, национальные блюда, российские и белорусские, и шашлык армянский, кстати. И картофель на углях, как называется, вот такое блюдо. Скажите, а что больше всего берем? Ну, естественно, блины. Сегодня же Масленица. Ну, Масленица, это гуляние. Национальное гуляние, провожают зиму, переходят в весну. А у вас есть такой праздник? Как он называется? У нас нету такого праздника, но почти то же самое, это когда цветет деревья у нас, это называется, как бы сказать вам, трендес, ну по-армянски. Древние верили, что молодой весне сложно одолеть старую коварную зиму. Чтобы помочь весне прогнать зиму, устраивали веселые гуляния на Масленицу. Катание на лошадях, хороводы, обозначавшие круговорот солнца, песни, танцы были обязательными на этом празднике. Завершился праздник Масленицы обрядом сжигания чучела, который символизирует надоевшую зиму и дает дорогу весне, пробуждению и надежде на лучшую жизнь. В этот день люди просили друг у друга прощения и надеялись на лучшее. Говорят, как Масленицу встретишь, так и год пройдет. Православные верующие вступили в Великий пост, самый продолжительный и строгий в году. Он длится семь недель и готовит верующих к самому большому христианскому празднику – Пасхи. Великий пост – это школа христианской жизни, которая учит менять свою жизнь к лучшему с помощью таких средств, как телесный пост, молитва, покаяние и совершение добрых дел. Великий пост – важнейший покаянный период христианского календаря, предназначенный для нравственной и интеллектуальной подготовки верующих к празднованию Светлого Христового Воскресения. Великий пост – не столько время ограничений, сколько время особых возможностей. У верующих есть уникальный шанс сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и бороться с проявлением гнева, обиды, осуждения. Духовно возвыситься и подвергнуть анализу свою жизнь и состояния своей души, рассказал благочинный Сморгонского округа Голицко-Сморгонской епархии отец Анатолий. Почему пост совершается человеком? Для того, чтобы бодрость духа была, чтобы действительно радость, которая будет у нас уже в день праздника, она переполняла нас. Мы, каждый из нас, когда встречаем гостей, да, то мы стараемся приукрасить свой дом и, ну, как бы, с лучшей стороны преподнести все то, что у нас есть для гостей. Также, дорогие мои, и мы при посте стараемся очиститься, очистить свою душу, свое сердце от всех недугов и в молитвословии подготовить себя ко встрече воскресения Христова, к встрече Пасхи Господней. Ради близких людей многие смогли бы голодать, и если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. Ради этой любви люди готовы на любые жертвы. Пост – это малая жертва Богу, доказательство нашей веры и любви. Но важно помнить, Великий пост не является диетой. Ограничение в питании необходимо для того, чтобы легче пройти через период смирения, молитвы и покаяния в грехах. Верующим, кто в силу своего физического состояния или в условиях тяжелой напряженной работы не может придерживаться телесного поста, церковь идет навстречу, благословляет обыденное питание и советует более строго поститься духовно. Телесный пост ограничивает человека в ясти, пище. Конечно же, в первую очередь это не употребление мясных продуктов, молочных продуктов, яиц. Есть ограничения даже употребления во время Великого поста и масла. Для каждого человека время проведения Великого поста индивидуально распадается на множество его особенных маленьких подвигов, маленьких усилий, отмечают церковнослужители. Путь духовного очищения непростой, у каждого свои грехи, поэтому православные верующие сами должны выстраивать для себя лестницу духовного восхождения, приобретая опыт победы над грехом с помощью тех средств, которые предлагает церковь во время Великого поста. В течение всего поста у нас в храме будут совершаться богослужения. В день субботний и в день воскресный, а также в течение среды и пятницы будет совершаться литургия прежде священных даров, где люди могут прийти, поисповедоваться и причаститься тело и крови Христовой. Хотелось бы призвать всех, конечно же, к покаянию, к добру, к милосердию в дни Великого поста. Виктория Бичурина и Александр Буров для программы События. Ами-мебель. Акция. В марте успей купить марту. Кухня от Жлобин мебель от 6 миллионов. Ами-мебель. Ами-мебель. Скидки до 60%. Только в марте. Кухни Марта от Жлобин мебель от 6 миллионов. Ами-мебель. Ами-мебель. Спальня Надежда от Жлобин мебель. По подарочной цене. Всего за 6 миллионов. Ами-мебель. 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 Цветы и вазы для любимых. К 8 марта по суперценам. Успей купить. Ами-мебель. Ами-мебель. Отличные подарки для любимых. Успей купить со скидкой до 45%. Ами-мебель. Прошедшая зима в этом году была значительно теплее нормы. Но после таких повышенных температур, как обычно, приходит прохладная затяжная весна. И нынешний март не принесет нам долгожданного тепла, предупреждают синоптики. В атмосфере сформировались северные и северо-западные потоки. К нам идет прохладная, неустойчивая воздушная масса с северо-скандинавского полуострова. Среднесуточная температура воздуха, между тем, приблизится к норме. А к концу недели может опуститься значительно ниже и вернется зима. И хотя в последующие трое суток погода будет носить весенний характер, небольшой циклон, который испортил погоду в понедельник, будет и дальше оказывать влияние на Сморгунский район. Во вторник, 15 марта, в ночные часы ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит 0,2. Отдельные участки дорог будут скользкими. Днем появится весеннее солнце и прогреет воздух до плюс 4, плюс 6 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый до умеренного. В среду, 16 марта, атмосферное давление повысится. Существенных осадков не ожидается. Ночью подморозит минус 1, плюс 1. Днем столбики термометров покажут плюс 3, плюс 5 градусов. Увеличится облачность, обойдется без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до порывистого. В четверг, 17 марта, из-за прохождения малоактивного теплого раздела через территорию Сморгонского района морозов не ожидается. Будет облачная погода, местами пройдут осадки. Ночью столбики термометров покажут плюс 1, плюс 3, а днем усилится северо-западный ветер порывами до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха окажется самой высокой на этой неделе – 6-8 градусов со знаком плюс. С пятницы начнется похолодание, пройдут осадки и на территории района становится снежный покров. Температура воздуха ночью опустится до минус 1, минус 6, а днем составит около нуля. Это были основные события нашего выпуска. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok